Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и это мой новый летсплей в жанре Кадыров All Up. У меня появились монетки, спасибо тому, кто по ссылочке в описании. Я дошел с хорошей командой АПЛ-кой, очень сильной такой машины для убийств, до пятого дивизиона, но Кадыров All Up и вот эта вот вся команда осталась у меня на том же уровне, на каком и была, естественно, до этого, потому что без вас я в это не играю, разве что сменился тренер, теперь у меня Дмитрий Оленичев, я думаю, что он все-таки поможет нашим ребятам собраться. Такой состав, как и был, в общем-то, ну что ж, поехали, ищем новых соперников в пятом дивизионе. Я специально оставил всех бронзовых в запасе, чтобы была команда послабее, чтобы попадались более слабые соперники, потому что я играю, как вы понимаете, плохо. О, против нас играет Динамо Тучкова, Тучкова Динамо играет. Так что у них 79 рейтингов. Ну, в принципе, хорошая команда, как раз-таки РФПЛочка. Ну, естественно, покруче нашей. Так, как бы так... Так, Бусуфа кому-то до спас, естественно. О, ой, что ж Дидюн так просто не попал. Отложенный штраф, Мусисян. Даст пас сейчас? Или нет, смотри-ка. Ох, Пиларц молодец. Хотя говорили, что он Пиларш, но для меня он всегда Пиларц останется в сердце. Мусисян сейчас забьет. Да, да. Нет, конечно, такой командой нужно играть прямо вот четко, в пасик, знать, как кого обыграть, потому что они и долго принимают, долго возятся с мячом, и все делают не так, как, конечно, я уже успел привыкнуть к супер своей АПЛке, которую еще что-то... Вот я с кем играю, когда был у меня в друзья, я вот реально обыграю всех. Хоть я играю так себе, но вот той командой я прям играю очень хорошо. Юра забил нам, но это не повод расстраиваться. Потому что все равно, если мы проиграем под ноль, я не выставлю этот матч. Ну, а я ла... Молодец. О, все, Дидюн, побежал, 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 можешь. Поменять бы уже на кого-нибудь из... из крутых. Но для этого нужно забить не крутыми. То Соломатин. Ой, вот это красиво, вот это, если забьется, сейчас будет очень круто. Ох, кто ты из защитников, молодок. Ай, Бусуфа, ты же все, больше не вырастешь. Ты должен играть вообще как лучше... Ты должен играть лучше всех, Бусуфа, почему? Нет, конечно, очень сложно. Не знаю, и было в седьмом, сейчас в пятом сложно. Ну, я понимаю, что он играет не прям не круто, не как киберспортсмен. Просто обычный паренек, я надеюсь, что не девчонка меня так обыгрывает. Просто играет чуть слаженнее, чуть... Чуть, не знаю, лучше. Дидюн, все, выход, давай, забей. Хотя тут... Пас. Ну не там мужа. Бусуфа. Дай Кадырову, все. Кадыров, что ты... Нет слов, нет слов, могли бы менять уже кого-нибудь. Бэкер, он только сыграл хорошо, сразу играет плохо. Только отобрал, сразу потерял, только потерял, сразу забрал. Вот менять его нужно 100% на кого-нибудь ЦОПа из РФПЛа. Один удар в створ против восьми ударов в створ у соперника. Полный провал, но этим и славится Кадырову Лап, что мы играем здесь плохо, пока что. Потом не факт, что будем играть лучше, но я тешу себя той мыслью, что мы просто пока еще не набрали тот состав, который может выстрелить. Муфисян живенький такой, может его тоже присмотреть потом. Хотя, мне, конечно, больше нравится кто-нибудь типа Сейду, Дюмбе. Он и быстрый, и удар на него ничего, и нам подходит. Будет раздавать потом пасы Кадырову. Когда Дидюн забьет, еще... Ну вот, защита. Просто сейчас провалился человек. Дидюн, Дидюн, побежал, побежал. Вот кому отдать? Кадыров! Да! Прошла все-таки эта передачка отличная. Отняли Кадырова. Опа, бей! Да! Кадыров двоечку забивает. Двух игроков меняем. Есть шанс еще сравнять, что-то может быть даже и выиграть. Как-то он расслабился к второму тайму. Так, выход один на один. Бей! Кадыров, Бусуфа, кто-нибудь? Ай. Сираков кому отдашь? В центре все свободные. Соболев, Кадыров, Бусуфа, Сираков. Кадыров. Да! Три! Это Кадыров? Или кто это? Девятый номер у нас кто? Кто? Халид Кадыров. Как в уголок. Хэт-трик. Все, это похоже на камбэк. И мы меняем уже трех игроков. Вот это вот матч. Я думал, что он будет неинтересный, но в итоге три мы смогли забить. С такой защитой нам могут забить еще миллиард голов, но трех игроков мы меняем. Давай-давай, Бейкеров молодец. Отобрал. И... А, и нарушил Парелло. Все верно. Как у него и заведено. Да. Сейчас нужно было просто отдавать пас куда-нибудь, потому что если бы забил пусофа, не было бы ничего, а уже мы не выиграем. Поэтому я пытался дать кому-нибудь поменяться. Но Бейкер, к сожалению, даже ударил вроде мимо защитника. К сожалению, он... Ну как так-то? Да. Бывает, бывает. Я уже привычен к таким моментам, когда мы пустые ворота не забиваем и со 100% моментов. Защита. Опять четырех обыграл. Обыграл четырех. Один. Это не заслугам официана, это минус моей обороне. Сейчас меняем Бейкера, потому что он не из РФПЛа. И придется менять вратаря, чтобы была сыграна на 100% и чтобы ребята чувствовали себя одной командой. Предлагаю поменять ЦОПа Бейкера, вратаря все-таки и центрального защитника. Вот так у нас выглядит состав. Я не мог не купить человека с фамилией Гол и человека с фамилией Кот. Хотя Кот, посмотрите, он по всем практически характеристикам хуже Пилатца, но я думаю, что если что, мы его сменим потом быстренько. То есть у нас поменялись ЦОП, ЦЗшник мы поставили, человека с фамилией Брызгалов и человек с фамилией Кот. 78 рейтинг, 100 сыгранность. Я так понимаю, что это итальянская высшая лига. Но ничего, и не таким проигрывали. Коту нужно поставить стиль сыгранности Кошик, тогда это было бы просто комбо. 13 номер, Кот. Ой, повезло человеку, видимо, тоже с ним намучаемся. Чего у нас такие лаги? Жадина. Нет, не жадина. Кот между, ну... Между лап. Ошибка кота. Кадыров. Ой, 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 давайте красные, чтобы у них было меньше игроков, чтобы нам было полегче играть. Пожалуйста. Вы же можете, товарищ судье. Давайте так, о-о-о, чтобы люди сделали. Джорджиньо. Как пробежал по прямой. Пробежал по прямой всех защитников. Косичка. Паласио. У него скоростной человек. Все, Паласио. На скорости обиграл всех. 3-0 к 34-й минуте. Чего тут мне этот матч напоминает? Каждый выпуск, да, Кадыров и лапа. Именно это мне он напоминает. Мы доходим до штрафной. Ничего не можем сделать. Нас отбирает мяч. Давит пас на скоростного Паласио, либо Палошио, вот как сейчас у него. И мимо нашего арталя. Сейчас кот сделал плохую вещь. Смотрите. Оп. Сбил своего, оставив мяч у соперника. Вот я не помню, я выигрывал хоть раз этой командой. По-моему, один раз или два было в первом выпуске, когда мы там еще играли. В девятом, по-моему, дивизионе. Дидюн, давай. Что это? Что это за удар, Халид? Что? Ну, это даже в створ не считается почему-то. Хотя, ну, чистый удар в створ. О, Кадыров сам. По-моему, Дидюн, далеко от тебя мяч. Ну, вот куда только давать? Куда дать? На Кадырова придется. Кадыров, да, пройди и ударь. И ударь, забей. Да! Гол! Будет засчитан! Еще 20 минут игрового времени, и нужно еще забить. Медленно, но верно, мы идем к золотому составу. Кадыров никому не дает забивать, все делает сам. Гол, красавчик. И отлично опять. Замедленное действие. Оп, раз. Оп, два. И Кадырову. Выход. Выход, давай, давай, два в одного. Дай пас. Дидюн! Да, меняем Дидюна. Ох, ребятушки, ребятушки. Как я рад каждому голу, потому что это каждая смена игрока. Наконец-то Дидюна меняем. Вот скоростные у них игроки, конечно. Только на скорости и можете. Нет бы как мы играть на везении только. Когда там у кого-то плохая связь, и все замедлено, или когда нам везет на отскок. Конечно, вес. Защита мне определенно нравится. Ротаря, конечно, хочется сменить побыстрее. Но дадим ему еще шанс. Ой, Соболев. Ой, как Кадыров тебя вывел. Скорости не хватает. О, пенальти! Как нет? Почему нет пенальти? В целом, неплохой выпуск. Потому что главное то, что мы растем. Не важно, как мы играем. Важно, что Кадыров забивает и забивают другие игроки. У меня вот такая вот цель в этом ОЛАПе. Как можно за короткое время по выпускам сделать команду золотой, рарной. Ну и потом, когда будут всякие информы и тотцы, конечно. Вол, молодец. Информы и тотцы, конечно, тоже их ставить. Напоминаем, что мы Соболева если меняем, то меняем на серебряную. Потому что в российской премьер-лиге нет бронзового, рарного правополучительника в продаже. Поэтому мы поменяли просто бронзового на Соболева, типа считая его рарным. Сейчас мы будем менять его на очень быстрого афроамериканца или африканца даже. Гаро, потому что я так понимаю, что это французское происхождение фамилии. То есть не Гарелкс, как сказали бы некоторые мои коллеги, а Гаро или Гарё, но не суть. И также мы меняем Дидюна на... Сейчас посмотрим, кого. Меняем его на Киржакова. Вот такая вот у нас смена и уже команда более-менее сильная. Фланги, конечно, пока еще в защите и левый пока страдают. Но я думаю, что к следующему матчу мы вернемся и улучшим этот состав. Ну а теперь напоследок, как обычно, рубрика «Набор бесплатный открытие его». Дамизи, Утаку, Шишкин, кстати, его можно сразу к себе забрать. Так, ну и контракты, контракты, форма, тут ничего интересного. Всего доброго, спасибо за просмотр, вы лучшие. И я стараюсь играть тоже, подстать вам хорошо. Ну, плохо получается. Спасибо, пока.